всем привет друзья с вами валера и видеоблог сибирского парня из сша продолжаю вам показывать ситуацию в америке на сегодня живое в пенсильвании около города филадельфия сейчас я вам покажу что происходит на сегодня на 3 апреля в русскоязычном районе филадельфии норцист филы северо-восток филадельфии просто прокатимся с вами и посмотрим как выглядит русский район филадельфии в данный момент в период эпидемии в сша сейчас мы с вами подъезжаем движемся по улице филманд в сторону улицу баслтон принципе если не значит у сейчас эпидемия то не особо что-то выглядит так что нельзя сказать что нигде нет людей до женщина идет с коляской мужчина гуляет с собакой машины едут деревья цветут весна вот мы с вами проезжаем благотворительную организацию рука помощи справа про которую вам рассказывал и показывал проехали благотворительную организацию рука помощи и поворачиваем с улицы филманд на баслтона веню на самую известную русскоязычную улицу филадельфии такую же как примерно брайтон в бруклине брайтон в нью-йорке а в филадельфии баслтон справа ниндзя суши местечко которое мы очень всегда любили собирались там еще давным-давно с друзьями три года назад и пять лет назад очень любили ходить туда раз в неделю собираться сейчас конечно все рестораны закрыты но работают так на вынос только на туго то есть можно с собой взять еду заказать но это тоже еще не все не все рестораны работают нужно звонить узнавать а внутри конечно сейчас уже не посидишь не покушаешь вообще за все за все сборища за все встречи если где-то видят людей которые гуляют которые собираются уже дают штраф то есть сейчас stay home order люди обязаны сидеть дома и выезжать только по необходимости человек стоял на остановке значит ждет автобус автобусы ходят потому что люди продолжают ездить на работу в некоторых случаях вот мы с вами едем по баслта на виню справа мы видим апартмент комплексы то есть недорогие комплексы съемного жилья слева то же самое ничего особенного здесь такие оптовые магазины склады вот вы видите справа разрисован детский садик а дальше идет оптовый пивной магазин вон тот серый сегодня пятница но выглядит сейчас улица баслта ну примерно как утро выходного дня то есть конечно по пятницам она должна быть более нагружена а так ну выглядит как в субботу утром например когда люди отдыхают после тяжелых будней не так уж много машин ну конечно для пятницы чтобы это был день пятницы для этого времени конечно машин мало погода пасмурная ветер вчера был сильный сегодня ветер потише но погода стала такая темная пасмурная настроение честно говоря такое не очень кроме всей ситуации еще и погода давит напряженное такое и по прогнозам говорят что пик заболеваемости в нашем штате в пенсильвании придется где-то на середину мая и это перспектива очень безрадостная я думал что карантин продлили до 30 апреля и я честно говоря думал что может быть после апреля уже пойдет на спад но вот разных слушают блогеров разные новости люди говорят что пик заболеваемости у нас пенсильвании будет в середине мая на данный момент количество заболевших увеличивается уже более чем на тысячу сегодня уже где-то на полторы тысячи за последние сутки увеличилось число заболевших каждый день эта цифра растет каждый день число заболевших увеличивается на большую сумму не просто там на 500 на 800 если было вчера на тысячу то сегодня на полторы тысячи и так далее пока количество заболевших очень сильно увеличивается каждый день вот мы едем по самому центру басселта на веню слева сейчас у нас был русскоязычный магазин нет гост дальше вот арен арт стрит это мы направо поворачиваем на арен арт если мы поедем самый знаменитый русскоязычном районе ресторан golden gates вот мы проехали рен арт стрит дальше здесь идет такое жилье где селятся в основном те кто только приехали в русскоязычный район вот эти дуплексы то есть двухэтажные домики здесь много докторских офисов много таких двухэтажных домиков которые или сдаются или люди живут сами уже здесь школа справа сейчас естественно все это закрыто вы сейчас не видите слева идут обычные дома где живут люди еще я думаю живут старые американцы которые оказались в этом районе а справа съемное жилье и живут наверно на процентов на 90 выходцы из ссср там линсон рот басселтон и там линсон это считается сердце нордиста то есть вот этот перекресток басселтон там линсон это самый центр вот это слева сейчас заправка вава cvs фармаси вот эти апартамент комплексы которые вы видите справа сейчас все это вот самая цен самый центр самое сердце нордиста слева здесь идут все русскоязычные магазины аптеки и рестораны различные сервисы там парикмахерские ногти справа идут докторские офисы вот овощной магазин тоже все в основном русскоязычные идут туда green farm принадлежит он тоже русскоязычным так я сейчас поворачиваю на вере на вере рот потом мы с вами прокатимся еще чуть дальше я поворачиваю мне нужно у доктора забрать справку чтобы обновить свой коммерческий драйвер лайсенс проскочим с вами дальше и посмотрим весь наш русскоязычный район проедем до беллс маркета по басселтона веню и обратно поехали что тут у нас справа заправка какая-то странная магазин алибаба ресторан магазин здесь видим агнолия в цвету впереди улица redline я вижу полицейский уже за кем-то понесся обстановка на этом районе неблагоприятная недавно здесь была авария страшная вообще по выходным по субботам воскресеньям по пятницам вечером здесь лучше не ездить потому что все пьяные гоняют по ресторанам и по ближайшим окрестностям в пьяном виде вот слева бар бенни-де-бамс все приезжают куда на машинах нажираются и на машинах же выезжают каким-то образом домой потом не совсем понятно как этот происходит что мы видим на улице люди есть вон парень идет вот мужчина с пакетом вот две женщины справа идут на улице люди есть машины на дорогах есть полной изоляции не произошло хотя лучше бы люди перестраховались и сидели дома ну не у всех видимо есть такая возможность кто-то работает кому-то нужно еще по каким-то делам все равно передвигаться в любом случае постараюсь не сгущать краски просто наложить приятную музыку на это видео потому что с таким небом можно было бы включить что-то такое из фильмов ужасов и это бы нагнетало обстановку нагнетать не будем запугивать никого не будем хотя лучше людям посидеть дома ну покажу вам ситуацию просто такой какая она есть вот слева почтовые офисы я вижу куча народу идет почтовый офис отправляют посылки получают посылки парковка наполовину забита на почте и люди ходят туда-сюда но люди в масках естественно так что тут слева автомойка справа бэушные машины автодилер такое тоже здесь популярно эти стоянки продажи бэушных авто дальше справа вы видите апартамент комплекс это по моему 55 плюс до retirement комьюнити то есть это жилищная жилищный комплекс для пенсионеров 55 плюс вот этот справа вот эти домики четырехэтажные дальше справа будет очередной знаменитый русский магазин петровский маркет здесь ориентиры в норд-200 в русскоязычном районе идут по магазинам где ты живешь я в районе надкоста а я в районе петровского а ты где а я уже там был с маркета то есть ориентируется по расположению магазинов вот мы справа проехали остался у нас петровский маркет слева идут аптеки также идут ресторанчики palace royal кошерный еврейский ресторан кафе aladdin там дискотеки тусовки какие-то помнится проходили слева пожарная часть справа школа здесь тоже русскоязычная плаза с парикмахерскими магазинами и кафешками вот эти страшненькие трехэтажные тоже апартмент комплексы то есть это съемное жилье адвокатский офис вот в этом домике интересном вот это это баптистская церковь русскоязычная видите написано вывеска life way путь жизни не знаю я тут не был дальше также идут офисы вот видите народ тут толпится в офисов почему потому что думаю или налоги делают или машины переоформляют здесь офис по заверению договоров по переоформлению автомобилей и офис по налогам был справа хотя налоги людям разрешили подавать позже на три месяца должен был налоговый период закончится 15 апреля заканчивается теперь по новым правилам 15 июля люди все равно подают налоги пока есть время ну что вы видите что реально стало меньше машины никого нет на улицах ну чтобы люди не шли вдоль улиц так это не нью-йорк это не манхэттен это не не бруклин не брайтон здесь люди в принципе всегда на машинах ездят поэтому пешеходов мы видим немного но машины мы все равно видим опять справа идут жилищные комплексы съемное жилье также есть личное жилье но в основном съемные здесь просто вот этот комплекс скачбрук это чуть подороже чем те комплексы которые были в районе там ленца на веню например слева тут вам не видно идут церкви здесь есть синагога здесь еще какая-то церковь рядом здесь уже пошли дома синглхаусы то есть уже не дома на сдачу обычные домики где люди живут хотя снять здесь тоже можно тоже многие люди сдают и отдельные дома с территории дальше здесь идет такой небольшой ручеек и парк называется пенни пак парк мы как раз сейчас над этим парком вот проезжаем по вот этому мосточку вот человек на велосипеде может быть хотел кататься в парк бентон авеню перекресток здесь тоже апартамент комплекс и вот вы видите трехэтажное съемное обычное жилье такое достаточно страшненькое ну такая серость честно говоря серость погода добавляет еще депрессухи разрисованная стена вы видите когда я только приехал из россии мне казалось что граффити это красиво а вот такие рисунки еще красивее но сейчас я если вижу такие разрисованные стены это мне сразу ассоциируется почему-то с неблагоприятными районами беллс маркет вот вы видите впереди тогда повернем к беллс маркету развернемся и поедем обратно беллс маркет это очередной популярный русскоязычный магазин здесь тоже такая плаза где все подряд магазин книжник вы видите медицинский аптека стоматология ресторан астория цветы телефоны ну смотрите сколько людей едет продуктовый ну немало в принципе может быть не весь паркинг забит но людей немало не так чтобы прям проскочил никого нет сейчас я друзья развернусь вот из магазина вы видите выходят люди кто в масках кто без масок кто в перчатках кто без перчаток все по-разному так развернемся мы друзья и поедем обратно в сторону дома мне нужно собираться я сегодня выезжаю в рейс ночью пателка дентал это зубная клиника астория ресторан это большой банкетный ресторан metro pcs это аналог теле 2 билайна или чего то еще провайдер телефонов магазин книжник что тут еще medical supply оптика ногти и магазин доллар 3 это такой дешевый типа все по доллару народ большинстве без масок все-таки и поворачиваем обратно на родной баслтон и погнали в сторону дома я еду в сторону стрит-рот фистер вилл мы живем уже за границей города филадельфия но пять минут от границы с городом вот справа сингл хаус и такие там очень маленькие бэк ярды а нет бак ядов там вообще нету только франк ярды то есть вот то что перед домом вы видите это франк ярд а сзади там только заезд гараж такие одноэтажные домики снизу есть бэйсмент и гараж и франк ярд то есть на бэк ярде нету ни бассейнов ни места где можно посидеть пожарить шашлыки можно перед домом пожарить в принципе бэнта на меню дальше вот этот мостик это внизу у нас пеннипак парк такой небольшой парк не можно на велике покататься собаку выгулить такой парк достаточно заросший достаточно такое мне не сказать что он прям такой красивый ухоженный страшноватый можете посмотреть как выглядят дома как выглядит район на каких машинах люди ездят видео не несущие особой смысловой информационной нагрузки просто такой легкий видос кто хочет посмотреть где я практически прожил свои семь лет жизни с того момента как я в 2013 году переехал в Америку не все время я здесь жил конечно но большинство времени я прожил в этом районе я сейчас вам кстати покажу где я жил вот это перекресток баслтон и вэлш на улице вэлш я прожил около года наверное около года я прожил на этой улице в съемном тоже апартмент комплексе который я вам сейчас покажу на горке он находится здесь вот как только вы поворачиваете с баслтон на вэлш вот справа вот вы видите справа вот три этажа вот в этих апартментах я прожил вот здесь на крыльце сидел пиво вот здесь на горку заезжаете вот здесь я прожил чуть больше года дальше мы с вами развернемся поедем дальше по баслтон на веню есть тоже такая плаза небольшая на которой есть детский садик есть делают ногти и вот здесь появился пивной магазин оптово розничный прямо у нас такой суши тоже иногда ходим и ресторан шишкебаб если хотите покушать шашлычка прекрасное место так возвращаемся по улице грант на улицу баслтон поворачиваем обратно это я свернул на вэри чтобы показать вам в каком апартмент комплексе я жил в 2015 году поехали дальше вернулись на баслтон на веню едем по баслтон справа здесь какие-то офисы в основном вот тоже апартменты то есть это съемное жилье такие трехэтажные домики здесь адвокатские офисы повсюду много приезжих здесь и многие обращаются к адвокатам по иммиграционным вопросам и по прочим остальным вопросам в этом районе много друзей у меня раньше жили многие как раз вот в одну в разных вот этих апартмент комплексах сейчас уже люди переехали кто уже купил свои дома кто переехал просто в более культурные районы потихоньку проходила здесь наша так сказать молодость в америке наше становление жизни в америке у меня и у моих друзей все это проходило в этом районе как у большинства приезжих из стран ссср кто приезжает в филадельфию куча здесь вот этих маленьких бизнесов в основном русскоязычные люди держат эти бизнеса различные и лизинг по машинам и продажа автомобилей и аптеки и кафе и рестораны и парикмахерские и ногти делают все что угодно все это русскоязычные бизнеса маленькие вот впереди видите на номере написано на лайсенсплейт написано инфинити автолизинг то есть вот эта компания тоже русскоязычная компания которая предоставляет услуги находит лизинг вам автомобилей то есть у них уже есть налаженные контакты с автосалонами и они могут выкружить вам лизинг подешевле например если вы пришли в салон и вам сказали 350 в месяц вот за такой nissan центр как едет впереди то они вам договорятся за 300 в месяц но это так эта цена не точно по именно по ниссану центра это просто пример что они вам могут договориться может за 300 в месяц или за 320 в месяц у них уже также есть там русскоязычные продавцы в этих автосалонах во всех близлежащих которые постоянным клиентам делают какую-то скидку автомойка была справа вот сейчас будет usps почтовый офис вот посмотрите трак привез почту машины есть около офиса люди вон стоят даже видимо они чтобы не толпиться стоят на улице даже один мужчина стоит чтобы не толпиться внутри народ катается скорая едет сзади скоро едет надо прятаться полиция скорые не знаю stay home order то есть люди должны оставаться дома останавливает ли полиция людей не знаю честно говоря если люди просто будут гулять больше чем один под по двое по трое то вероятно что остановит читал в новостях сегодня что женщина уже одна получила штраф 200 долларов за то что не сидела дома какие там были какое там происшествие не знаю но уже штрафы выписывают людям за нарушение stay home order сейчас будет справа такая низкого уровня два балла из 10 школа вашингтон джордж вашингтон хай скул очень очень низкая по рейтингу школа считается такая дети из неблагоприятных районов сюда едут просто не только русскоязычный район принадлежит к этому оборуду школьному но еще и район который дальше который более неблагоприятный идет в сторону центра филадельфии вот эти все домики справа вы опять видите это все съемные комплексы то есть вот эти комплексы апартментов где люди снимают жилье или для пенсионеров или просто сдается вот бар знаменитый тоже все алкаши тут собираются ариш баб дальше опять площадь такая с кучей маленьких магазинчиков и различных офисов ресторанчиков что тут ювелирный магазин грузинский ресторан аптека вава это вот заправка и магазин где все подряд продается предметы первой необходимости cvs pharmacy это аптека американская большая крупная сеть вот улица там линсон здесь я прожил наверное в этом районе баслтон там линсон вот налево чуть вглубь здесь я прожил когда только приехал 2013 2014 год примерно ну наверное года полтора я здесь прожил корейская церковь справа была здесь символ хаос и люди живут так баслтон и ренард ренард стрит я вам говорил чем знаменито если на нее налево сейчас свернуть то будет самый знаменитый русскоязычный ресторан golden gates самый знаменитый филадельфии дальше хендрикс центр на хендрикс стрит на хендрикс стрит я прожил тоже около года это где-то между 2014 и начало 2015 года я жил вот тут справа повернуть пять минут проехать на хендрикс стрит джимми хендрикс справа самый знаменитый русскоязычный магазин net cost слева также куча бизнесов парикмахерская все подряд здесь вот справа остался net cost и home depo это строительный магазин крупная американская сеть вот рак над cost стоит видите здесь кафе микеланджело и это ресторанчик пиццерия итальянская open for take out написано внутри покушать нельзя взять с собой можно также здесь есть маленькая вкусная такая бейкери сладости различные так дальше справа остается жилье для пенсионеров слева остается полицейская машина слева остается ресторан узбекистан опять такие же площади маленькие с различными услугами грузинский ресторан на байбери и баслтон справа бейкери мы тоже видим аптеку медицинский центр кафе лава кафе ресторан тоже русскоязычное место о написано что закрылась и будет грузинский ресторан вот это новости кафе лава закрыта и висит вывеска что будет грузинский ресторан грузинских ресторанов за последнее время открылась как бы не соврать три или четыре уже за последние два года в нашем районе очень много у нас узбекской кухни и грузинской кухни есть еще украинская прям такого ресторана русской кухни нету то есть вот пожалуйста информация к размышлению русского ресторана в русскоязычном районе нет но и русских честно говоря уже не так уж много наверное все таки грузинские рестораны узбекские рестораны и украинские пользуются популярностью не зря потому что людей из этих стран здесь очень много ну и вот поворачиваем обратно мы доехали до перекрестка баслтон и филмант по филмант я уже поверну и поеду себе домой здесь вот справа идут детские садики автомастерские что-то я вижу гимнастика вот антошка это детский садик автобади саплай это бадишап это ремонт машин видите машины стоят слева уже неплохое жилье таунхаус и так скажем называется слева остаются неплохие там хаус и справа мими но авто грузинский автоцентр слева остается сейчас если повернуть туда чуть-чуть в лесок грузинская церковь справа снова автоцентры ремонт авто здесь делают из побитых машин что-то нормальное пытаются собрать вот мы проезжаем под пенсильвания турнбайк шоссе местная слева остаются маленькие синглхаусы справа побольше домики тоже здесь уже живут люди в своих домах со своей территории с бэк-ярдом с фронт-ярдом вот этот дом недавно сгорел его полностью перестроили и продали прям моментально в районе где-то 500 тысяч долларов стоимость была большой дом территории и поворачиваю на street road то есть это видите совсем рядом от русскоязычного района но это уже не считается филадельфия это уже фестер вилл